В Беларуси более 85% военнообязанных уже прошли второй этап сверки учетных данных. Форма и порядок выдачи получения предписания определены законодательством страны. Документ не ограничивает в перемещении либо в других правах, а закрепляет человека за конкретным подразделением воинской части. Такие назначения комиссариатами выдавались и ранее. В Беларуси значительно увеличен размер поощрений фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Гранд-премии будут достигать 3200 рублей. Ежегодно в стране материальная помощь оказывается 2000 молодых людей, которые участвуют в научно-исследовательской деятельности вузов и республиканских конкурсах. На понедельник из-за гололёда объявлен жёлтый уровень опасности. Во вторник ожидается потепление. Температура воздуха будет колебаться от минус 15 ночью до плюс 4 днём. От гололёдных и холодовых травм за последний месяц пострадало свыше 10,5 тысяч белорусов. Врачи рекомендуют носить удобную обувь и призывают к осторожности. Более 91 тысячи рублей собрали в Могилёвской области во время телемарафона «Согреем детские сердца». Это на 20% больше, чем в прошлом году. Часть средств будет направлена на приобретение интерактивного оборудования для Бобруйской специальной школы-интерната для ребят с нарушениями слуха. Кроме этого будет оказана адресная помощь инвалидам.